всем привет ребята на канале дом на колесах меня зовут пётр это моя жена люда и мы путешествуем с нашими детьми по америке сегодня наша ночка была не очень спокойная если вы слышите шума много ночью его еще больше добавляется железная дорога поезд который проезжает здесь какой-то перекресток для него лишь что он сигналит очень длинный кудок он же по рельсам ездит зачем сигналить слушайте это был главный вопрос у меня всю ночь короче мы не выспались ребята еще среди ночи у нас получилось сработал сигнализация какая сигнализация здесь если пропадает какой-то ребенок включается на все телефоны которые находятся в техасский район и на все телефоны приходит кричащий звук и сообщение что пропал ребенок с описанием ребенка возможные приметы если кого-то подозревают машину и вот среди ночи ты прям все рассказала в общем ребята сегодня очередной день присаживайтесь поудобнее координаты будут да и подписывайтесь на канал а мы погнали итак мы перед тем как выехать решили все-таки помыть стекло но мы решили а моет жена просто чтобы вам было лучше видно окрестностей когда мы снимаем их на камеру вот специально для вас ребятки у меня так нравится как тут магазин называется консентарис переводится как пушки и шины ну берут или там был ган ресторант я такой а у вас что-то есть без пушек стиль домиков мне здесь вообще нравится честно говоря которые вот более новые встречаются кирпичные в калифорнии редко встречаются домики и обложены кирпичом но вообще вот впечатление сколько мы едем сейчас пока по техасу меня приятны этой части текаса решили мы свернуть фривая сколько можно ехать по фривая правда увидели на карте большое какое-то озеро вот и поедем посмотрим не знаем никто нам ничего про него не говорил мы ничего про него не считали ну проверим мы в конце концов путешествуем ты рассказал как вот такой вот звук нас о всю ночь вот а слушать всю ночь вот слышать просто сигналят всегда на переездах там уже был переезд и прям перед переездом они похоже вот так сигналят что типа не лезь под колеса а то раздавлю вот эту ночь мы стали в таком месте где сигналил так поезд везет тебе дети наши спали ничего не заметить во сне сигналил о кстати ребята ура у нас уже сейчас 100 подписчиков круто спасибо а и 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 зарегистрироваться, чтобы заехать в этот парк. Выгнали меня из РВИ. Вот меня выгнали из РВИ. Сказали, иди снимай карту. Но они ничего больше не сказали. Сказали, иди снимай карту. Теперь я иду снимать карту. А я сейчас не знаю, что говорить. Ну, вот карта. И тут есть фотка. А что мне говорить? Ну да, вот тут вот тут мы сейчас. И мы сейчас пойдем а это, кстати, большое, большое место. Теперь я иду вот обратно. И до сих пор не знаю, что говорить. Потому что они меня просто выгнали. Сейчас, надеюсь, они меня впустят. И заходим в РВИ. подъедем. Какая птичка сидит. Смотри, притаилась. Сидит птичка. Смотри, вот бордюра не улетает. Так, ну что, мы остановились тут возле озера. Я, кстати, вот название, эти американские названия вот сразу мне не влазят в голову, чтобы так сразу сказать. А там написано, наверное, на карте. А, это AeroTap. Видите, я не могу там доставать. В итоге всех прошу, где помогать. Одной рукой работаю, вот в одной руке камеру. Все еще коллега. А вторая рука немножко движется, но еще не очень движется, я бы сказал. Вот, называется озеро. Вот так. Lake Arrowhead. Семена я отправил, чтобы он поехал на велике, на разведку покатался. Я бы сам с удовольствием поехал, но пока не поеду. Одна рука неудобно. Ну, а жена тут готовит обед. Что на обед сегодня будет? Я хотела рис делать с рыбой. Мальчики попросили макарон. Окей. Я бы, конечно, наверное, предпочел бы рис с рыбой, но ладно. Уже будем есть то, что есть. Мы остановились, вот, и я решил прилечь. Немножко отдохнуть. Я тут лежу, устроил себе сквоздячок. Смотрите, вид из окна. Ветерок. И вот там, смотрите, жена готовит обед. Это просто украшает всю картинку. Это вид у меня со второго окошка. Итак, мы на озере. Будем обедать. А это что? А вот он, наш обед. Вода. Родная, ну что, как тебе озерце? Озерце? Ну, вода, смотрю, что мутная. Ну, тут и земли такие красные. Она какая-то красная такая вода. Да, но тут земли красные. Тут, кстати, даже называется Redwood. Ранчо там, получается. Красная вода. Потому что земли красные. Она, наверное, как-то глина отдает. Ну, приятно. Навесики, в виде столики стоят. Большая территория. Тут, кстати, можно оставаться на ночь немножко в другом месте. Да, там лагерь есть. Тут классные кувшинки. Я очень давно не видела. Сейчас пойдем после обеда посмотрим. Сегодня на обед. Это у нас что, макароны, да, или спагетти? Спагетти. Вот это соус с бобами. Так, это у нас что? Паштет какой-то? Нет, это туна. Это туна. Рыбка такая. И салатика. Ну что, тут сразу же вспоминаются слова, что, как там говорят, после вкусного обеда, по законам Архимеда, полагается поспать. Вот, кажется, сейчас время поспать. И прикольно, что в доме на колесах ты можешь просто вот так прийти, лечь и поспать. Мы проверяем кровать. Как она троих богатырей выдержит или нет? Четверых богатырей. Ну, не богатырей. Двух, трех богатырей и... Одну красавицу. Да, точно. Нет, двое богатырей, но красавицу одного гноба. Я думала, что я говорю про Назара. Я тут стою тоже. Так что мы все, всей семьей на одном матрасе. Нам не хватает ирусники, да? Да. Мы, видите, общаемся с нашим... Ребенком. Первым ребенком. С нашей старшенькой. Старшенькой, привет. Привет. Мы говорили, что... Как вам ты? Ой, как вам ты? Как там вы? Нормально. Почему? Это как-то наигранно получается. Она не хочет говорить на камеру. Она увидела, что снимаем на камеру, поэтому не хочет говорить. Играет музыка. Класс! Здесь кувшинки. Я уже так давно не видела кувшинок. Вау! Это называется цветы для жены. Она говорит, хочу цветов. Вот тебе, жена, цветы. Ой, так хотелось бы сорвать, но туда лезть в болото неохота. Класс! Глаз радуется! Слушайте, я так побаиваюсь. Моя жена влюбится в Техас. Смотри, может, приедем, поживем здесь. Пять лет пожили в Калифорнии. Теперь, может, в Техас? Все, может. Пока что мне нравится. Здесь в парке мы заплатили за то, что заехали сюда, побыли здесь, ну, реально, не знаю, несколько часов. Ну, за весь день, короче, 4 доллара с человека, старше 13 лет. Значит, мы заплатили 16 долларов. И вроде бы здесь можно слить все из канализации. Короче, едем, баки все опустошим. Сейчас посмотрим, правда ли можно или нельзя. Да, ребятки, это правда. Здесь специальная вот станция, где можно слиться, можно заправиться, можно водички долить. Все можно сделать вот прямо здесь. Смотри, тут есть и велосипедная дорожка. Классно. Да, надо. Надо было проехать. Да, надо было покататься здесь. Мы где стояли? Вот сейчас мы здесь находимся. Вот здесь мы стояли. А, вот сюда идет, видишь? Да. Классное озеро. Я еще-то рассчитываю, что ты обольешься. Я уже был готов сейчас брать сланки и включать. Можем был наконечник там. Ну что, здесь приятное местечко, ребят, рекомендуем. Очень удобно заехать. Здесь можно постоять с домом на колесах. Вот, точку на карте тоже покажем. Цену сейчас на выезде тоже глянем, то, чтобы точно сказать. Мы сегодня не собирались здесь ночевать, поэтому мы, в принципе, не смотрели цену для себя. Вот. Мы как бы планировали ехать дальше. Просто заехали, увидели озеро, заехали посмотреть. Красивое озеро оказалось. Классно здесь. Можно отдыхать. Да, можно спокойно приехать, отдыхать. Как оно, человеку с одной рукой. Велосипедная дорожка. Левой рукой ключи заводить. Как оно? Но уже сегодня рука лучше. Да, рука лучше. Уже видите, могу ремешок придерживать. Уже немножко. Уже даже сам может ремень застегнуть. И что, выздоравливает уже. Поехали. Поехали. Двери закрыты. Так. 22 доллара за ночь, если с электричеством. Это с первого по 48 места. И вот видите, только там, где есть вода, 12 долларов. За ночью плюс энтрифиз. Ага, за въезд еще дополнительно. Вот это. Lake Arrowhead. Arrowhead. А кто руль держит, когда ты пьешь? Я глазами. Ты глазами держишь? Довольно высокая трава. И среди ней попадаются кактусы. Очень странное сочетание. Интересно, какая здесь зима в этой части Техаса. Значит, ребят, разобрался я, что такое энтрифи. Ну, короче, это цена билета за вход. То есть, другими словами, если, например, мы брали бы с электричеством место для кемпинга, то 22 доллара заплатили бы. Например, за нашу семью, в нашем случае, еще бы заплатили 16. То есть, вместе 38 долларов. Вот. Если без электричества, то минус 10. То есть, это было бы 28 долларов. Но все равно, вот как-то так, относительно недорого. Если бы вдвоем вы просто отдыхаете, то, соответственно, 22 и плюс еще... 8 долларов. 8 долларов, да. 30 долларов дольше. Игорь Негода. Ребята, короче, я заскочил в этом, в этом Техасе на экспресс-лайн. А экспресс-лайн здесь платные. Ну, мне сказали, что теперь мне придет Билл на... Короче, на мой адрес. Поэтому поживем, увидим. В общем, на экспресс-лайн тут это просто платные дороги, поэтому будьте осторожны, не заруливайте, так как я зарулил. Ну да, здесь мегаполис, чувствуется по развилкам. Жас-мин-драйв. Мы рядом с Далласом. Подъезжаем к городку Арлингтон или Даллас, я сам не знаю. Чего-то мы запутались. Может быть, это как у нас в Сакраменто. Сакраменто? Мы живем в Сакраменто, но тем не менее в Ранчо-Кортове. Что-то такое. Сегодня мы будем спать не в доме на колесах, а в реальном доме без всяких колес. Завтра в Техасе тоже будет интересным. Поэтому присоединяйтесь и не пропустите завтрашнее видео. Поэтому подпишитесь на канал. А я вам всем говорю спасибо за просмотр. И до свидания. Увидимся завтра.